О чем мы хотели бы поговорить? Мы бы хотели поговорить про решение HR-задач. Кратко сначала начну о том, кто мы. Я Антон Кладницкий, руководитель отдела интернет-систем компании Intervolve. Мы занимаемся внедрением и доработкой Bittrex24. Мы работаем с Bittrex24 уже больше пяти лет. Являемся обладателями всех нужных компетенций, то есть все компетенции, которые есть у вендора, мы их имеем. Наша специализация — это сложные доработки Bittrex24, интеграции и сложные проектные внедрения. То есть мы специализируемся именно на этом. Ну и также мы имеем хорошую отраслевую компетенцию в фарме, в строительстве, в логистике, в сфере красоты, так скажем. То есть много фитнес-клубов также являются нашими клиентами. Рассказать хотел вам о решении HR-задач на примере нашего кейса. Это компания Grand Capital, большая компания, они занимаются фармацептикой. Это большая сеть аптек, у них более полутора тысяч сотрудников. Они занимаются как распространением лекарств, так и реализацией. Часть тех приемов, которые я сегодня хотел бы показать, мы использовали на этом проекте. Ну, частично также добавил кейсов из других проектов. Давайте пойдем. Если говорить о всей презентации одним слайдом, то Bittrex24 — это хороший инструмент для решения HR-задач. Надо понимать, что это не профильный инструмент, не профильная программа, но, тем не менее, с помощью настроек и доработок можно сделать прямо на 4 с плюсом или 5 с минусом. При этом базовые вещи не требуют программирования. То есть вы можете очень многое сделать просто настройкой системы. Ну и еще один важный момент — это то, что очень много внимания, очень много сил надо уделять обучению. Если вы внедрили какие-то функции и при этом не обучили сотрудников работе с ними, ну, скорее всего, это будет неуспешно. Ну и перед тем, как мы начнем, позволил себе вставить цитату Андрея Орлова из записок автоматизатора. Желаю вам, чтобы в ваших внедрениях получалось не так. Ну и вообще рекомендую эту книгу к прочтению всем, кто занимается внедрением автоматизированных систем. Итак, что же такое HR-портал? Какие пять глобальных задач мы можем решать? Первое — это подбор и прием персонала. То есть мы можем ввести подбор персонала в Bittrex24. Далее, когда мы приняли человека на работу, мы можем адаптировать его, обучать, оценивать, тестировать. Он может пользоваться внутренними сервисами компании, справочной информацией, и мы можем влиять на его восприятие корпоративной культуры и жизни компании. Теперь подробнее остановимся на этих пунктах. Начнем мы с вами с подбора и приема персонала. Первая наша задача — это чтобы все отклики, которые мы фиксируем, то есть все отклики на наши вакансии, они хранились и обрабатывались в Bittrex24. Я хочу показать как раз, как мы это делаем. Можно использовать для хранения откликов сделки и контакты. То есть вы видите скриншоты, где создано отдельное направление сделок, найм сотрудников, и мы можем настраивать автоматизацию, мы можем ввести эту сделку по воронке, а по сути найм сотрудника — это та же сделка, то есть мы, которая проходит несколько этапов. Это удобно, мы и сами этим пользуемся, поэтому вот такой способ автоматизации именно подбора персонала. Сейчас появился новый инструмент хороший, это смарт-процессы, это фактически копия интерфейса и функций сделок, поэтому можно использовать автоматизацию этого на смарт-процессах. И как в этом случае выглядит карточка отклика? Мы видим, что у нас отклик от Виктории находится на определенной стадии. Видим закрепленный комментарий, в котором у нас прикреплен файл, в котором описана важная информация о кандидате. Ниже мы видим, что была проведена встреча, видим на какую вакансию, то есть вся необходимая для HR-специалиста информация, она есть. Следующее, что мы можем автоматизировать, когда мы сотрудника уже решили, что все в порядке, мы его принимаем на работу, это оформление сотрудника на работу. Здесь есть несколько вариантов. То есть первый вариант для небольших компаний, до 100 человек, мы можем использовать просто автоматическую задачу с чек-листом. То есть создается шаблон задачи, в этом шаблоне мы указываем чек-листом, кто что должен сделать, например, сотрудник ИТ-службы должен подготовить доступы во внутренние системы, бухгалтер оформить человека и так далее. И эту задачу используем для каждого нового сотрудника, которого мы принимаем на работу. В более сложных случаях, то есть в больших компаниях от 500 человек, обычно найм сотрудника, то есть его оформление на работу, то это достаточно сложный процесс. В нем участвуют несколько подразделений, там больше бюрократии, больше формальностей, и поэтому мы рекомендуем использовать бизнес-процессы BITREX 24. То есть мы можем сделать отдельный бизнес-процесс, по которому мы будем принимать нашего нового сотрудника. Здесь вы видите пример скриншота такого бизнес-процесса, то есть его настройки, просто чтобы показать, что BITREX 24 может поддерживать многовариантность найма сотрудника, определенную ветку действий по найму по договору ГПХ, определенную ветку действий по найму по стандартному договору. Если вы нанимаете сотрудников сразу в несколько юрлиц, мы также можем ставить разных ответственных, разные задачи в зависимости от того юрлица, куда вы оформляете сотрудника. То есть для более взрослых, больших компаний мы рекомендуем автоматизировать оформление сотрудника на бизнес-процессах. Ну и когда мы сотрудника уже наняли, самое оформили на работу, самое время провести адаптацию. Адаптация — это помощь новому сотруднику познакомиться с правилами компании, с какими-то вводными курсами, с регламентными документами, ну и вообще с коллегами, с тем, с кем он будет работать. Опять-таки есть два варианта решения. Простой — это когда вы делаете внутри Bittrex24 отдельную группу, автоматически добавляете людей в эту группу при их регистрации в Bittrex24, и в этой группе на диске вы можете хранить файлы регламентные для сотрудника, вы можете размещать сообщения с ссылками на важную информацию, то есть использовать полноценно инструмент групп. Я хотел сейчас бы показать вариант, который мы как раз реализовывали для Grand Capital. Это более сложный вариант. То есть, как вы видите, здесь создан отдельный раздел новому сотруднику. Мы видим, что тут здороваются с ним. На самом деле написано «Привет, Bittrex», но это просто тестовый пользователь наш, из-под которого я делал скриншоты. Там будет имя сотрудника. Здесь есть ознакомительные ролики и краткое описание компании. И ниже идет так называемый «Путь молодого бойца». То есть, это серия заданий, которые призваны познакомить нового сотрудника с его местом работы. Вначале его знакомят с командой, потом он может открыть памятку, то есть это ссылка на внешний файл, дальше записаться на курс, познакомиться с документами, и мы поздравляем сотрудника с тем, что он стал членом команды. Внизу показываем полезные ссылки. То есть, мы разработали отдельный раздел, который помогает новому сотруднику быстрее понять, что ему нужно делать, кому ему нужно идти в случае вопросов, ну и вообще пройти какой-то курс, если это необходимо. Дальше, когда мы сотрудника адаптировали, самое время его обучать. То есть, обучить каким-то особенностям работы, обучить тем товарам, которые он, может быть, продает. И тут тоже есть два варианта. Первый вариант – это в коробочной версии Bittrex 24, есть модуль обучения. То есть, вы можете совершенно без доработок, просто настройками создать курс для новых сотрудников. Вот скриншот этого курса, ну, подобного курса, например, указан справа. В нем есть описание курса, есть уроки, есть в конце тест. То есть, вы можете тестировать сотрудников, чтобы проверять, как они усваивают информацию. Если нужно сделать что-то дополнительное или добавить ваш фирменный стиль, или добавить какую-то новую информацию, то тут уже путь в доработку. Собственно, что мы делали для, опять-таки, гранд-капитала? Мы создали отдельную страницу «Мои курсы», где сотрудник видит те курсы, к которым он имеет доступ. Он может перейти на детальную страницу курса. Здесь дана подробная детальная информация. То есть, описание курса, сколько он длится. Сразу указаны какие-то документы, которые будут полезны при изучении этого курса, и дополнительные ссылки. И в нижней части данной страницы также есть события, привязанные к данному курсу. К примеру, если у вас сотрудник должен пройти инструктаж по технике безопасности, то вы можете записать сотрудника на этот курс, прикрепить к нему события, и люди сразу будут понимать, то есть, когда они должны прийти на этот инструктаж, какие документы они должны перед этим прочитать. Также есть функция модерации. То есть, когда на курс записывается сотрудник, модератор может либо принять, либо отклонить эту заявку. После того, как мы сотрудников обучили, самое время, чтобы они начали пользоваться внутренними сервисами. Есть такая популярная современная концепция, это концепция единого окна. Это некий аналог госуслуг, только у вас в портале. В этой концепции все внутренние процессы, вот примеры таких процессов указаны справа, они рассматриваются как услуги, которые одни сотрудники оказывают другим сотрудникам. То есть, и оплата счетов, и ИТ-помощь, и организация рабочего места, все-все-все внутренние процессы, это фактически услуги. В больших компаниях не все понимают, как они могут получить эти услуги, к кому обращаться, кто ответственный, сколько времени занимает исполнение услуги, выдача справки, например. Ну и вообще, чей сейчас шаг. Чтобы эту проблему решить, мы разработали так называемое единое окно. Это легкий способ получать услуги внутри компании. На скриншоте вы видите список категорий услуг, например, HR, заявки и больничные. И когда мы переходим на страницу категории услуги, мы видим уже конкретный список услуг, который компания оказывает своим сотрудникам. Например, вот заявку на подбор персонала, внесение изменений в штатное расписание. Сразу мы видим срок исполнения, критичность, кто отвечает за данную услугу, ну и какие-то дополнительные комментарии, которые помогут сотрудникам лучше подготовиться, так скажем, к запросу этой услуги. После того, как сотрудник нажимает кнопку «Получить услугу», он видит форму запроса дополнительной информации, которая своя для каждой из услуг. И когда он эту дополнительную информацию вводит, он может отслеживать статус исполнения этих услуг на этой же странице в списке моих процессов. То есть очень удобно, все видят, что происходит. Кто ответственный, может написать ему также в портале витриксе или оставить комментарий, спросить дополнительную информацию о статусе. Что важно, это то, что в рамках одной компании одни и те же сотрудники могут выступать как инициаторами выполнения услуги, так и исполнителями. И мы также на этой же странице, ну, точнее, на отдельной странице в этом же разделе показываем, в каких заданиях сотрудник является ответственным. То есть, что он должен выполнить для своих коллег. Вот такой аналог госуслуг, то есть такое единое окно хорошо показало себя в нескольких компаниях, мы внедряли его отзывы положительные. Следующий момент, который вы можете улучшить с помощью BITREX24 у себя, это размещение справочной информации. То есть, телефонный справочник, карта офиса, база знаний. Очень удобно, когда все это находится под рукой. Чтобы это так и происходило, первое, что вы должны сделать, это создать автоматическую задачу по заполнению своего профиля. То есть, чем лучше человек заполнит свой профиль, чем тщательнее он это сделает, тем больше контактной информации будет у ваших коллег. И на скриншоте я как раз показал, что есть такая опция, что шаблон задачи будет для каждого вновь добавленного сотрудника. Собственно, если все заполнено корректно, то вы увидите примерно следующую картинку, что на отдельной странице телефонный справочник у нас есть вся нужная контактная информация, никто не ищет ее где-то там в почте, в подписях, в WhatsApp и так далее. Следующий пункт, который хотелось бы осветить, это карта офисов. В больших компаниях, которые расположены на нескольких этажах офисного здания или просто в больших сложных офисах, есть проблема, что сотрудники не могут находить друг друга физически. То есть Вася не может найти Марью Ивановну из бухгалтерии, не понимает, где она сидит, куда обратиться за справкой, собственно. Мы подготовили такую карту офисов, то есть справа у нас указывается помещение. При наведении на помещение оно отмечается на карте и также есть вверху страницы поиск. То есть если мы вводим имя интересующего нас сотрудника, нам сразу подсветят его офис на карте, что достаточно удобно. Ну и база знаний. Можно использовать любую базу знаний. Есть много готовых приложений, есть база знаний у Bittrex. Важно понимать, что основное – это не тот инструмент, который вы выберете для ведения базы знаний, а тщательность поддержания его в рабочем состоянии, ее, то есть этой базы знаний в рабочем состоянии. Поэтому чем тщательнее вы это будете делать, тем больше сотрудники будут пользоваться этим инструментом. Ну и напоследок мы оставили блок «Корпоративная культура и жизнь компании». Это наиболее сложный блок, то есть он уже, если предыдущие блоки частично можно делать и в облачной версии Bittrex 24, то здесь уже только коробочная версия. Мы советуем делать это в больших компаниях также потому, что это дорого. То есть это достаточно дорого и долго, потому что тут есть и дизайн, и верстка, и разработка. Собственно, первое, что хотелось бы показать, вот на примере кейса Гранд Капитала, это новый фирменный стиль портала. То есть каждая большая компания, как правило, уже имеет какой-то фирменный брендбук, свои фирменные цвета, и она хочет, чтобы портал был уже в этих цветах. Мы разрабатываем новый шаблон и изменяем в таком случае дизайн портала и также разрабатываем новую главную страницу. Многие говорят, что им живая лента, которая показывается у Битрикса по умолчанию, она им не так важна, например, как новости компаний. Вот как раз на этой главной странице мы видим новости, мы видим дни рождения, появление новых сотрудников, какие-то показатели при деятельности компаний, то есть наш капитал, например. И это более важная часть для данного клиента, чем живая лента. Мы даем возможность им разместить эту информацию на первом месте, на главной странице. При этом мы оставляем функцию живой ленты, она никуда не девается, мы встраиваем ее в этот новый дизайн. Ну и вот справа у нас стандартный опрос, по которому мы можем судить, что почти 80% по-моему довольны новым видом корпоративного портала. Важный момент, который также хотелось бы затронуть, это интеграции с другими системами. Как правило, когда речь идет о корпоративном портале, используется интеграция с 1С зарплаты управления персоналом, интеграция с контроллером доменов, как правило, от Microsoft, и интеграция опять-таки с корпоративными почтами и календарями. Здесь у Bittrex есть инструменты для решения этих задач, то есть есть готовые модули по интеграции с 1С зарплаты управления персоналом, с контроллером доменов и с корпоративной почтой и календарями. То есть это работает, единственное, как правило, интеграцию с зарплатой управления персоналом нужно дорабатывать, особенно если вы передаете какие-то нестандартные данные. Ну и переходим к заключительной части, это готовые карты внедрения и чек-листы, то, наверное, что вы хотели бы увидеть. Я оставлю вот отдельно эту ссылку на подробную карту внедрения для больших компаний, там будет схема, большая статья и вот эта схема, она разворачивается. Это просто вообще карта того, что можно и нужно делать в BITREX 24. Ну и хотел бы показать несколько чек-листов, то есть вы, наверное, можете сделать скриншоты, ну а потом, насколько я знаю, презентацию тоже мы будем отправлять. То есть первое это базовая карта, в которой мы автоматизируем найм сотрудников BITREX 24. Чек-лист вы сами видите, сами прочитаете. Я бы хотел сказать, что важно, что это вы можете сделать сами, то есть ваши специалисты могут это сделать. Ну и если это делает партнер, ну в частности мы, то это будет стоить около 300 тысяч рублей и займет примерно полтора месяца. Следующая карта продвинутая, это когда мы дополняем найм адаптацией и выводом на работу и плюс добавляем бизнес-процессы в BITREX 24. То есть добавляем сервисов, то, про что я говорил, некое единое окно нашей госуслуги. Это уже более сложная работа, скорее всего она потребует перехода в коробочную версию BITREX 24 и потребует какого-то минимального программирования. Уйдет на такую работу от двух месяцев стоить будет примерно от 750 тысяч рублей в зависимости от сложности бизнес-процессов. Ну и финальная самая сложная карта это полное внедрение с переработкой фирменного стиля, с созданием своей главной страницы, с разработкой личной страницы сотрудника. Я как раз в этом чек-листе отметил, что обычно туда люди хотят разместить, ну и с разработкой блока адаптации, как мы видели. То есть вот этот проект, вот эти скриншоты, измененные с корпоративного портала, это как раз относится к такому большому сложному внедрению. Тут уже масштаб затрат от трех миллионов и от шести месяцев работы, потому что, как я говорил, много работы дизайнера, много верстки и много программирования. На этом основная часть доклада завершена. Я готов послушать вопросы, если они есть. Спасибо за внимание, успешных вам внедрений. Вопросы действительно у нас имеются. Вопросы у нас действительно имеются. Сейчас я прибегу к тебе. Никаких. Можно обмениваться любезностями онлайн. Давай руку пожму. Спасибо. Вот первый вопрос. Есть ли готовые кейсы для бизнес-то бизнес отдела продаж? сделки. Мне нужен этот микрофон сейчас. Прошу прощения. Там, где идет долгий срок сделки, где важно фиксировать всю историю изменений, как раз это неплохо ложится на Bittrex24. Если говорить о готовых инструментах для этого, то да, они есть. Есть инструменты по ограничению доступа к информации. и, конечно, у нас есть готовые кейсы. Я рекламирую наш сайт. Заходите на сайт intervolga.ru. Intervolga.ru там есть раздел блог, раздел Bittrex24. У нас есть кейсы как раз внедрения B2B. Следующий вопрос. Что лучше, самим разобраться в Bittrex24 или заказать внедрение? Что придут, объяснят, покажут? Это зависит от того, сколько у вас свободного времени, насколько оно дорого стоит и какой у вас размер компании. По своему опыту я бы сказал, что если у вас компания из 12 до 50 человек, то у вас есть время разбираться самому или есть выделенный ИТ-специалист, то вы можете разобраться и сами. Если вы уже управляете более крупной компанией, если ваше время стоит дорого, у всех руководителей оно стоит дорого, то лучше нанять специалистов, то лучше все-таки нанять профессионал. Хорошо, если я руководитель небольшой компании, как ты сказал, 12 человек, то как мне лучше разбираться, все вместе углубляться или может быть есть какие-то видео подсказчики в интернете? Я думаю, лучше всего начать с попытки установки готовой CRM. В Bittrex24 есть такое понятие, как готовая преднастроенная CRM для определенных сфер бизнеса. То есть, если ваша сфера бизнеса не уникальная, ну, там, это прикмахерская, ЖКХ, установка окон, дверей и так далее, то, как правило, есть уже разработанные готовые продукты под вас. Хорошо, и если вот в моей компании мало людей, опять же, возвращаемся, ну, 7 человек, допустим, вот, какую версию Bittrex24 лучше устанавливать? Вам подойдет облачная версия Bittrex24, начать можно с самого базового тарифа, но вот по нашему опыту профессиональная работа, возможно, в тарифе, раньше он назывался команда, сейчас, по-моему, это называется стандарт и проф, то есть профессиональный команда и компания, там вы уже сможете что-то автоматизировать в CRM, то есть там есть полноценная CRM, полноценная автоматизация и стоит это, в принципе, не так дорого от 6 тысяч. Также еще один вопрос, какие процессы уже могут использоваться для построения систем документ-оборота? Документ-оборот можно строить на бизнес-процессах Bittrex 24 можно использовать для этого смарт-процессы, там можно настраивать согласование документов, мы разрабатываем свои модули, то есть опять-таки вы можете посмотреть у нас на сайте, у нас есть две системы именно по согласованию документов, то есть мини-сет, как мы это называем. Хорошо, и с чего лучше всего начать внедрение Bittrex 24? с какого-то конкретного одного отдела, например. Если вы небольшая компания, то для вас критичны продажи, все остальное вы начнете делать потом, поэтому начните с CRM, хотя бы с фиксации всех сделок, которые у вас есть в CRM. Когда вы начнете их фиксировать, вести по стадиям, когда у вас почта начнет попадать в CRM, вы уже получите большую пользу от системы, а потом уже можно задумываться и об HR, и о внутренних процессах. И еще один вопрос. Как строится ценообразование на внедрение? Хороший вопрос. Тут все зависит от партнера, то есть наверное важно, что есть два понятия. Есть проектное внедрение, когда много, когда сложная специфика, когда большая компания, когда много функций нужно автоматизировать. Есть пакетные предложения. Большинство партнеров оказывают и тот, и другой вид услуг. То есть если вы хотите быстро начать, то лучше начать с пакетного внедрения. Если вы уверены, что Bittrex24 это для вас, что он вам поможет, вы серьезно собрались сюда поворачивать, тогда запасайтесь терпением, полугодом времени и проектным внедрением. Все. Ну что, спасибо большое. Еще один вопрос, как мне подсказывает. В принципе, все понятно. У меня личный вопрос. Если у меня такая организация, опять же, вернемся, семь человек. Вообще, нужно ли это? Я думаю, нужно. То есть сейчас CRM это то, чем раньше был 1С. То есть 20 лет назад все начинали строить учет в компании и все массово внедряли 1С. Сейчас все понимают, что без качественной обработки клиентской базы денег становится у людей. Их сейчас не становится больше, конкуренция увеличивается, и поэтому чем качественнее вы обрабатываете клиентскую базу, чем качественнее вы ведете CRM, тем лучше ваша продажа. Еще один вопрос. Как соединить с BITREX24 для отдела продаж и HR службы? Как их объединить? Ну, сама система у вас уже есть, то есть ничто не мешает вам отдельно внедрить CRM, отдельно внедрить CRM часть, и потом начать потихоньку, например, с найма персонала внедрять уже HR часть. То есть эти блоки никак по нашему опыту не мешают друг с другом, просто определитесь, что для вас более приоритетно. Если у вас большая текучка сотрудников и вы очень много времени тратите на их найм, то автоматизируйте сначала HR. Если у вас продажи все-таки болят, автоматизируйте продажи. как больное место с него и начинаем. И еще. Я бы, наверное, хотел поблагодарить вас всех за внимание. Я еще раз повторюсь, Bittrex24 это хороший выбор для автоматизации как продаж, так и HR тематики. Мы у себя в интерволге в частности сами используем Bittrex24 именно для автоматизации HR процессов. Вот эти кейсы, которые я вам показывал, рассказывал, он внедрен не только в одной компании, то есть мы внедряем его в крупных компаниях, это строительная отрасль, это логистика, то есть везде, как правило, есть уже Bittrex24, люди его используют, например, просто как чат в начале или как общение продажников для автоматизации продаж, и потом люди говорят, а почему бы нам вот у нас в месяц больше 150 собеседований, мы сейчас их никак нормально не отслеживаем, как нам решить этот вопрос, и мы как раз советуем людям использовать для этого Bittrex24, то есть начать это фиксировать в Bittrex24, начать вставить встречи, сохранять информацию о собеседованиях, то есть вот эти моменты хорошо автоматизируются в Bittrex. Хорошо, такой вопрос, вот каким компаниям, какой отрасли в подходе больше всего Bittrex24? Вот есть там топ-3 отрасли, вот как ты говорил, продажа окон, например, или просто какой-нибудь персонал по работе с клиентами? Ну, это лучше, наверное, было бы спросить, у маркетологов 1С Bittrex, я предположу, что основной пул клиентов это небольшие компании, которые работают с долгими стадиями сделок, то есть B2B небольшие компании до 50 человек, это вот идеальное попадание, это одна категория, и вторая категория, это совсем большие компании, которые относятся к Bittrex, не только как продукту готовому, но и как к платформе, то есть да, то, зачем люди обращаются к нам обычно, у нас есть Bittrex, вы сможете нам запрограммировать, ну, мы сможем запрограммировать что угодно. Вопрос сроков и денег. Игорь Негода, Игорь Негода,